В общем, сейчас едем в Lamborghini салон. Материал, который я готовлю, будет просто пушечный. Спрашивал статистику, и они просто сливались. Вадали там десятки миллионов рублей в Инстаграм. Ватсап, ребята, рад вас видеть на моем четвертом выпуске. В этом видео мы поговорим о продвижении Инстаграма. Съезжу в салон Lamborghini, посмотрим классные тачки. В общем, я думаю, будет интересно. Поехали. В общем, сейчас едем в Lamborghini салон. Самое прикольное, что это буквально в двух минутах от моего дома. И все время проезжаем мимо него. Мотивирует, так сказать. Сейчас, короче, увидите. Это рай. Я просто хочу показать вам машину. У нас их пока нету, потому что слишком опасно брать такие дорогие машины. Ну, может, в скором будущем у нас появятся ролсы. Ламбы. Один в один цвет какой-то. Повторяю, наверное, Александр. Вот это кислота. Вот было бы идеально, если бы они были такого золотистого цвета, темного. Не написано ее стоимость. Но это очень дорого, скорее всего. Такая же белая есть. Красотка. Вот эта модель мне уже выглядит таравата немного. Вот которая новенькая, по-моему, это Aventador S. Вот она симпатична. Гораздо. А есть VJ, вообще молчу. Фуракан. Еще один Фуракан. Ой, какие ржавые. Мечта взять себе Фуракан когда-нибудь. Особенно этот Перформанто. Идеальная машина. Единственное, что там салон немного уже староват из-за того, что вышла новая Evo с экраном. Но все равно ее вид сам. Это самый лучший. Вот Porsche 911. Я думал, у них тут будет новый Porsche. Мы его видели. Где задние слабо-огни вот с цельной полоской. GT3. Я, кстати, ни разу не ездил на 911. Нам говорят, очень прикольные ощущения. R8 тут еще стоят. И вот что-что, вот R8 мне не нравится. Так, что бы вам еще показать. Там еще есть серочи стоят. Вот единственное Ferrari, которое мне реально не нравится, это вот это. А вот это классно. Я не помню, как оно называется. Такая очень редкая модель. Красивая, да? Мне идет? Все, мне идет. Надо брать. Не знаю, я все равно почему-то я бы предпочел Хуракан. Хотя, мне кажется, эта машина комфортная. Ну, они, в принципе, стандартные. Тут не особо много, что можно показать. Очень красивая. Или суперфаст, или писта. Я не буду говорить точно, если честно, не знаю. Жалко, тут цен нет. А вот военные Hammer. Тоже такой-то достаточно редкий, дорогой экземпляр. Потому что их перестали производить, насколько я слышал. Очень прикольный салон. Вот зачем там посередине столько места, я не понимаю. А сиденья, главное, маленькие. Еще материал такой классный, как будто бетон. Гравий какой-то. Но они бесполезные. Они, блин, жрут тоннами бензин. Но выглядят реально очень необычно. Что еще Rolls-Royce показать? А, вот еще здесь есть Mercedes классный. Но единственное, он неудобный в посадке. Тяжело долго ездить. Жопа устает. И сиденья назад не откидываются настолько, насколько хотелось бы. Моя мечта. Ракан Хархаманта. Про цвет не очень. А вот я говорил про вот этот вес. Мне нравится. Это, по-моему, Aventador S. Ценник же не пишется, да? Да, еще поедем в Bugatti Chiron, посмотрим. Да, это не белый. Как будто бы мемчужина. Да, прикольный цвет. Но камере вряд ли это передается. А это новая EVO. Самая-самая новая. Еще и Кабрик. Самый царь. Самый царь. Это вот это вот. Это прям самый царь всех ламп. Вот оно. Ой, какой цвет. Кстати, если не ошибаюсь, она была на выставке. На которой я был недавно. Он тоже такой Кабрик. Ну, и вот так вот убирается крыша. Тут, короче, стоят Bentley. Но это уже старенькие модели, поэтому я не думаю, что это интересно. Гелик 4х4. Какой он здоровый, блин. Ну, наверное, так обидно людям, которые вот только-только купили. Он вроде относительно не так уж и давно вышел. И сразу же после него вышел вот этот новый гелик. Офигенный. Алькантаро с карбоном. Наверное, это красиво смотрится. И вот эти диски вообще топ. Так, мы приехали на барбекюшку. Очень много новых знакомых. Русское комьюнити. Соборолось около 15 человек. Тут такой домик. Кухня. Стол. Скоро будет закрыт. А я осьминогу не езжу. Ты попробуй сначала. Попробуй, а не кусай. Пула с жара. Осьминогу с него я очень люблю. Я ему с морем прыгаю. Только креветки и рыбу иногда. Кстати, вкусно, слушай. Очень вкусно. Хочешь что-нибудь? Ну, наконец-то. Кайпуша. Алло, дарили. Насколько. Пожар. Тушим, тушим пивом. Там еще есть. Тут лежаки с подсветочкой. И тут такой бассейн прикольный. Он, правда, сейчас в листьях. Нет, на самом деле, первый раз. Это вот знакомый мой занимается сдачей в аренду таких домов. Вот. Так что, если соберетесь в Майами, и вам нужны будут апартаменты, либо загородный дом, то обращайтесь. Так, ребята, это сейчас соседний билдинг. Тут находится офис. И еще пара ништяков, которые я вам не показал. Тут тоже есть лаунж. Здесь есть такая какая-то игра. И бериард. Типа кинотеатр небольшой. И самая кайфовая часть. Офис, он, наконец-то, пустой. Потому что, когда я сегодня утром приходил, тут сидели люди. Здесь кого-то красили. Там еще чувак сидел. Вот. Тут у нас есть принтер, носка. Тут три кабины. В каждой кабине вот такой вот стол. Есть лампа с зарядкой для телефона. И самый удобный стул, на котором я когда-либо сидел в офисе. Он просто топовый. Я могу часами на нем сидеть и вообще не устаю. Какая прикольная подсветка тут. В общем, здесь очень приятно работать. Единственное, только зря они не сделали вот здесь вот высокие стенки. Ну, или вот как-то это отделили. Потому что часто приходят люди, которые разговаривают по телефону. Даже вот один человек, если сидит где-то и разговаривает по телефону, очень громко. И обычно это на испанском. Ну, невозможно сидеть, сидеть не в наушниках. А я бываю частенько и забываю. И сидеть невозможно. Приходится уходить. И ждать, пока освободится здесь помещение. Сегодня я хочу с вами поговорить о Инстаграме, а именно о продвижении Инстаграма. Каждый раз мне задавали кучу вопросов, как я так быстро вырастил свой аккаунт. Так как буквально 3 месяца назад у меня было всего 45 тысяч подписчиков. И многие из тех, кто еще тогда были на меня подписаны, постоянно у меня задают вопрос, как я так быстро вырастил до 320 тысяч подписчиков. Я решил сделать опрос у себя в сториз. Насколько это актуально, насколько вам это интересно. Слишком много одинаковых вопросов про мой аккаунт, как я так быстро вырос. У меня действительно есть чем поделиться, есть что рассказать. Но напишите да, нет. Интересно ли вам? В общем, 91% ответил да и всего 9% нет. И также на английском спрашивал. 88% ответили да и 12% нет. В общем, на что это меня побудило? На то, чтобы создать какой-нибудь обучающий материал. Потому что информации в интернете много и не вся она полезная. Какая-то приводит к тому, что аккаунт уже будет не спасти. Например, участие в гивах. Каждый второй и третий пестрит о том, что участвуйте в гиве, у меня скоро гив. Или проводите гивы и так далее. Но я считаю, что это большая ошибка многих. Вообще даже ввязываться в эту всю историю. Да, люди на этом зарабатывают. Но тем самым они губят аккаунты всех своих спонсоров, кто вкладывает туда деньги. Объясню почему. Потому что Инстаграм сейчас настолько усложнил свои алгоритмы, что как только он видит малейшую отписку, то есть это исчисляется в процентах, как только Инстаграм видит малейшую отписку после гива, он сразу режет тебе охваты в два раза. Даже если у тебя был аккаунт, и у тебя там, например, каждой публикации охваты были по 100 тысяч, ты можешь поучаствовать в гиве, у тебя придет с гива 20 тысяч подписчиков, из них отпишется всего 10, и он убьет твои даже старые охваты. То есть не то, что он сохранит твои новые охваты, а он убьет даже старые охваты. То есть старые охваты могут упасть до 50 тысяч, то есть в два раза. И эти 20 тысяч, которые вы все заработаете с помощью гива, они будут просто мертвым грузом. Поэтому это бесполезно. Здорово. Вау. Ни фига себе. О, красотка. Это LaFerrari. Ну да, в основном здесь в Майами, но и вообще я тоже наблюдаю, что там дедули ездят на LaFerrari. Поэтому нужно сейчас зарабатывать деньги, чтобы в возрасте 20-30 лет ездить. В лучшие годы. Я вот не знаю, что это за машину, по-моему. Похожа на Dodge Viper. Вот такие вот дедули ходят и выбирают лампочку. Веррари. Цвет классный. Кстати, у меня первая моя самая машина, была Golf 3. Вот она была в таком же цвете. Кроваво-малиновый. Что-то такое. Или вишневый. О, кайф. С красным салоном. Самый любимый цвет салона. Вот салон. Смотрите, как на красной Алькантаре красиво смотрится. Веррари. 458. А вот это, по-моему, суперфаст. Самолет тут поставлен. Авинтадор. Еще одна LaFerrari. Какая-то она невероятная вообще. Стоит Pagani Zonda. Сейчас мне не нравится эта машина. Она выглядит старо. Очень старо. Проекционный экземпляр, конечно, но для меня это старый. Вот эти фары передние. Были бы они немножко другие, да? Салон вообще. Как будто в космолете. Вау. Это реально очень красиво. Вообще, какой-то спортивный болид. Вот, двухозаборник. О, у них укропа. Это джетишка. Она была на выставке, наверное. Я, по-моему, скользь ее показал. Очень прикольная. И вот Bugatti. Какая-то буханка на колесах. Ну, правда. Какой-то еще странный карбон. Очень странный карбон. Посмотрите. Такое ощущение, что ее просто типа не доделали. Я понимаю, что отсюда выдвигается спойлер, но это там пространство такое нескрытое. Она же невероятно дорогая. Не знаю, почему она мне так не нравится. Вообще не нравится. Нет, вообще не красивая. Часто буханка, да? Тебе вообще буханка не нравится? Не, новая, вот эта, которая Шарон, она красивая. А вот эта, это, по-моему, Верон. Не, не, не. О, а это у нас, по-моему, экземпляр для плавания под водой. Над водой. Вот так цепляешься за ручку, ты и пусть плаваешь. Так что надо стремиться к этому. Надеюсь, рано или поздно мы все-таки пополним флот экзотик карами. Но есть, конечно, одна машина такого класса. Макларен. Ну, то его очень опасно сдавать кому-то. Боязно, потому что можно встрять на очень большие деньги. И никакие депозиты не спасут. Кстати, те, кто думает, что это очень простой бизнес, точно не ошибаюсь. Тут огромные риски, поэтому не думайте, что все так просто. Вот, ладно, поехали дальше. Так, сейчас зайдем в мою статистику и покажу, на что в первую очередь нужно обращать внимание, когда вы заказываете рекламу у блогеров. Потому что сейчас каждый второй может себе накрутить аккаунт и направо и налево говорить то, что он в этом разбирается. Потому что определить накрутку очень тяжело. И зачастую единственный способ это зайти реально на аккаунт и самому просмотреть детально статистику. Мне пришлось вернуться в офис и перезаписать этот рывок, потому что я какое-то причинение вчера у меня не записался. У меня тут стоит 3 месяца, и до этого публикации у меня нет, потому что я закрывал аккаунт. То есть он у меня был приватный, а когда у тебя приватный аккаунт, статистика не сохраняется. Вот, рассмотрим последние публикации. Вот, например, 37 тысяч лайков и охват публикации 152 тысяч. Как распознать, чтобы блогер не накручивал в себе активность? То есть в первую очередь смотрим, чтобы помимо лайков остальные показатели были тоже в порядке. То есть комментарии, репосты, сохранение, а также самое главное, куда нужно смотреть, это вот этот показатель. То есть 9% не были подписаны на вас. Это охваченный аккаунт. 9% это идеально. Это если блогер не прибегает никаким доп. способом повысить свой охват. Типа хэштегов. Про это я расскажу чуть позже. Вот, самое нормальное это от 9% до 20%. То есть это вот идеально. Ну вот, также здесь можно посмотреть, откуда именно этот был охват. С главной страницы 172 тысячи, с интересного 301, из профиля 271 и из другого 19501. Итак, теперь рассмотрим, что уже было бы подозрительно. Это вот, например, публикация еще в то время, когда у меня статистика была не просевшая. Сейчас она у меня немного просела из-за того, что я часто спамил рекламой своего YouTube-канала, который у меня открылся. Ну и, собственно, что вы сейчас и смотрите. Вот, мои подписчики на сети это не особо зашло, и многие перестали смотреть посты, а как только они перестают смотреть посты, статистика падает сильно. Это все легко восстановить. Об этом я буду говорить в обучающем материале. Здесь у меня, в общем, большой охват. 417 тысяч. Вот, но рассмотрим, почему. Видите, здесь 42%. То есть, без объяснения, если у блогера, блогер присылает статистику, и у него более 40%, то к нему нужно спросить, и почему это. То есть, во-первых, нужно посмотреть здесь. Если тут написано от хэштегов, большая часть, вот у меня здесь от хэштегов 41 тысяча. Это уже, ну, по крайней мере, наполовину объясняет, почему у меня здесь такой большой охват. Но все равно не до конца. Дальше смотрим. Из другого, 181 тысяча. Тут, если бы у меня рекламодатель спросил, почему такой большой охват из другого, я бы ему прислал скриншот, то, что в этот момент у меня была реклама в одном паблике. Поэтому у меня такой большой здесь охват. Вот. Так что, в первую очередь, смотрите вот на этот показатель. Норма – это от 10 до 25%. Почему у меня такой большой охват от хэштегов? Об этом я более подробно расскажу в обучающем материале. Там я расскажу, как выбирать те или иные хэштеги, чтобы они повышали сильно охват. На моем аккаунте это не так сильно работает. То есть у меня небольшой процент. Целый мой охват 281 тысяча. И из них там маленькая часть – это 40 тысяч. Это от хэштегов. Я тоже, когда бывало, заказывал рекламу у влогеров, спрашивал статистику, и они просто сливались. Ну, потому что было понятно, что дело там не чисто. А так, если посмотреть на мои предыдущие публикации, пока у меня немножко не просела активность. То есть еще во время того, когда у меня был аккаунт закрытый. То есть у меня было, ну, стабильно где-то 350-400 тысяч охват. Вот здесь 65 тысяч лайков. Видите, я не могу посмотреть статистику, потому что у меня был закрытый аккаунт. Вот 70 тысяч, 57, 66. Но все, что было до этого, то есть вот примерно от этой фотографии и дальше вниз. Когда у меня еще был открытый аккаунт, у меня все скриншоты и запись экрана есть. То есть если ко мне обращается рекламодатель и спрашивает у меня статистику по предыдущим фотографиям, я ему предоставляю полностью статистику в видеоформате, где я вот так вот. Экран на телефоне захожу сюда, нажимаю съемку экрана, и по каждой фотографии я заходил и показывал статистику. Вот по всем этим фотографиям. Когда у меня был открытый аккаунт. Так что желаю вам как можно эффективнее распоряжаться своим бюджетом на рекламу и не сливать деньги кому попало. А этим временем пишу этот обучающий материал. На самом деле информации очень много. И я даже не знал, что это будет настолько объемно и настолько много времени я на это потрачу. Я примерно вам сейчас покажу это. Я все пока что переношу в Word формат, текстом с помогающими картинками. Потом это буду уже переносить на более удобный формат. Ну, короче, вы видите, что его очень много. В этом обучающем материале я хочу затронуть тему продвижения, бесплатного продвижения. Я надеюсь, что у меня получится как можно быстрее закончить свой обучающий материал. По поводу того, будет ли он платный или бесплатный, я пока еще не знаю. Вообще изначально я хотел его сделать бесплатным, но я хотел его сделать маленьким. Один блог, знаете, просто рассказать про продвижение. Но так как я решил к этому делу подойти более серьезно и затронуть тему не только продвижения, еще и как делать фотографии, как обрабатывать, как пользоваться приложениями для обработки, как оформлять аккаунт, как работать с визуалом аккаунта, как правильно писать и так далее, и так далее. Поэтому материала получилось очень много. И как я уже говорил, разделил его на модули. Всего 5 модулей, которые каждый отвечает за ту или иную тему, чтобы удобнее было впитывать информацию. Когда будет готов этот материал, я буду анонсировать у себя в Инстаграме. Так что следите за моим Инстаграмом. Я надеюсь, это будет не зря. Надеюсь, многие вкачают свой аккаунт дешевле, чем другие. Слышал такие истории, когда люди вкладывали десятки миллионов рублей в Инстаграм. Да, у них было полтора миллиона подписчиков. Но когда ты заходишь к ним на публикации и видишь, что охваты там максимум 20, ну 30 тысяч. Что? В общем, друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Рад был вас всех видеть. Надеюсь, вам понравилось. И у меня к вам просьба. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик. Это мне очень сильно поможет в продвижении. И будет мотивировать снимать дальше ролики и делать их более интересными. Всех обнял. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok